Конференция дальневосточного этапа стартап-тур в Якутске завершилась. Экспертная команда, начавшая свой тур по регионам в поисках перспективных проектов, подвела итоги якутской сессии. Иван Подойницин подробнее. В культурном центре Сергиляхские огни наградили победителей инновационного марафона. Напомним, что конкурс проходил по трем направлениям. Это биомедицинский трек, индустриальный трек и информационные технологии. В каждом из них судейство, представляющее Сколково и российскую венчурную компанию, определила по три призовых места. Победители отправятся защищать свои проекты в Москву на стартап-виллэдж. Но помимо этого, некоторые участники также получили специальные призы. Честно скажу, что я не совсем предприниматель, я скорее ученый. Но так получилось все современное время, чтобы получать инвестирование. Нужно быть не только научным сотрудником, но и еще предпринимателем в одном лице. Мой проект направлен, наш проект получается, от лаборатории направлен на изготовление органических светодиодов. И новизна проекта в том, что люминофор, который мы используем, будем использовать, он будет технически отличаться от тех люминофоров, которые используются в данное время. Ну а те, кто в этот раз не смог взять одно из призовых мест, может в любой момент подать заявку на резидентство в Сколково. Соответственно, подготовившись, подать заявку можно через официальный сайт на sk.ru. Сколково обладает достаточно широким инструментарием для поддержки стартапов, начиная с налоговых льгот, которые мы предоставляем нашим компаниям-резидентам по федеральному закону. Это и грантовая поддержка, финансовая поддержка, это и возмещение таможенных платежей на ввоз оборудования для исследований, что в ресурсоемких проектах очень важно. Это и инструменты менторской поддержки, когда профессиональные предприниматели, уже зарекомендовавшие себя на рынке, берут шефство над более молодыми командами. Это и поддержка нашей инвестиционной службы. Иван Подойницин, Владимир Тайорский, Гаврил Ячков, НВК Саха, Якутск.